Обратиться к специалистам, стоящим на страже права, бесплатно, с любыми волнующими вопросами мог каждый. В течение дня за советом и консультацией по вопросам, входящим в компетенцию нотариусов, специалистов Главного управления юстиции Брестского облсполкома и коллеги адвокатов, нотариальные конторы и бюро Брестской области обратились свыше 550 человек. Каждому человеку нужна консультация, иногда просто время откладываешь. Ехала в машине, слушала радио, слышала вот эту акцию, очень обрадовалась, запомнила номер телефона, позвонила, очень удобно, потому что время у всех очень дорого, очень удобно, и я записалась на консультацию. Среди наиболее актуальных вопросов оформление наследственных прав, составление завещания, отчуждение недвижимости. Их специалисты разбирают по полочкам практически ежедневно. Сейчас насущные права очень много – это права наследства. Также имущество, которое приобреталось гражданами в период брака. Брак расторгнут, что нам делать, куда обращаться, как оформить свою половину на имущество, приобретенное браком. Все это мы рассказываем, все это мы разъясняем, как это все можно сделать. Совместная акция преследует несколько целей. Во-первых, помочь советам или консультациям, во-вторых, обеспечить защиту прав и интересов, и, в-третьих, повысить уровень правовой культуры населения. Мы, как юристы, конечно, очень рады тому, что люди интересуются правом. Это свидетельствует о том, что повышается уровень правовой культуры. И с гражданами проще работать, если они хотят решить свою проблему, хотят решить ее законным путем, узнать варианты решения проблемы, узнать, куда нужно обращаться, с какими документами. Это упрощает в дальнейшем работу с такими гражданами. Подобные акции проводятся регулярно в преддверии разных государственных праздников. Дня Матери, Дня Конституции, Дня Победы. Всего за год в Брестском нотариальном округе проведено 8 акций. В рамках встреч бесплатную консультацию получили более 3 тысяч человек. В 2019-м работа продолжится с аналогичной активностью. Узнать о проведении встреч можно на сайтах Главного управления юстиции, Белорусской нотариальной палаты, а также и средств массовой информации. Продолжение следует...